МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человек» – самое могущественное существо на Земле. Ему есть чем гордиться. Он давно не ждет милости от природы. Привык все брать своими руками. Но планета меняется. Она уже не та, что сто лет назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Происходит увеличение частоты опасных метеорологических явлений. Тайфунов, наводнений, повышается уровень Мирового океана. Это происходит уже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас примерно на 6% в год растет количество опасных явлений, которые приносят ущерб экономике. Мы переживаем очень значимые моменты. Сейчас определяется наше будущее. Ученые предупреждают – Земля в опасности. И другой планеты у человечества нет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкт-Петербург. Шедевры архитектуры, поэзии, толпы туристов. А еще весомое доказательство, как человек может поспорить с природой. Действительно, кто сказал, что нельзя жить на болотах? Или в условиях вечной мерзлоты? Или в зоне вулканов и землетрясений? Что мешает нам изменить или, по крайней мере, стараться исправить то, что угрожает нашему комфорту? Например, климат. Мы далеки от того, чтобы его регулировать до такого уровня, чтобы сделать таким, как мы хотим, потому что в каждом месте у людей разные желания. Вот хотим мы в Санкт-Петербурге бананы выращивать или не хотим. Наверное, нет смысла там бананы выращивать, и проще туда их завезти, понимаете. А вот получше погоду там устроить, конечно, наверное, было бы неплохо по многим причинам. Уровень научных возможностей нам показывают в старейшем метеоцентре страны, главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Петербурге. Разгон облаков 9 мая, в День Победы. После того, как они определенное время поработали, я не знаю, в течение получаса-часа... Грозовой фронт двигался прямо на Москву, но был остановлен авиацией на подступах к столице. То есть облачность, как бы, ну, принято говорить, развалилась и стала менее такой интенсивной, менее опасной. То есть на Красной площади было ясное небо. А вот еще один способ стабилизации климата. Его предложил Институт глобального климата и экологии. Идею подсказала сама природа. Когда извергается вулкан, тучи пепла заслоняют солнце, и температура воздуха заметно падает. Эксперименты показали, что искусственные аэрозоли с помощью авиации можно рассеивать на большой высоте и влиять на солнечную радиацию. Если мы сумеем как-то этот поток хотя бы немного изменить, то может произойти достаточно серьезное изменение климата. Но далеко не все ученые поддерживают такие опыты по демонстрации безграничных возможностей человечества. Мы должны отказаться от попыток улучшить погоду по сравнению с тем, какая она сейчас вот есть. Не зная, к чему это приведет. Мы будем уменьшать солнечную радиацию, в результате приведем к ледниковой эпохе. В 1963 году американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц обнаружил очень важный феномен, который назвал эффектом бабочки. Что это значит? Что, образно говоря, взмах крыльев бабочки в нужное время, в нужном месте может привести к разрушительному урагану через 2-3 недели. Понимаете? То есть это все тонкое чувствительное. Уже не осталось уголка Земли, где можно спрятаться от разрушительных катаклизмов. Природа становится агрессивнее, климат меняется, планету охватила лихорадка. В конце 20 века в научном сообществе появились весомые доказательства того, что Великую Римскую империю окончательно развалили сильные колебания температур и засуха. Три из пяти династий, управлявших могучей Поднебесной, пришли в упадок именно в те десятилетия, когда на страну навалились сухие муссонные ветры. Но есть пример и более нам близкий, правда, такой же неутешительный. Мы все с вами учили Бориса Гудунова, помните? И мальчики кровавые в глазах. То есть Александр Сергеевич расписал нам царя Бориса как человека, который не в состоянии перенести собственные злодеяния. Вы знаете, а вот если мы откроем летопись, то все ведь оказывается не так. Масса толковых, дельных, конструктивных государственных форумов. Можно сказать, что он был крайне эффективным менеджером. В чем же дело? Почему же такой бесславный конец? Экстремальные природные условия. В течение пяти лет, как говорят летопись, не было угожая. Снег падал летом. Природа свергала правителей, разрушала империи, толкала народы на войны. Но если человек всегда зависел от природных условий, почему сегодня нам кажется, что природа стала агрессивнее, а стихийные бедствия опаснее? Информация об этих явлениях, она так быстро не распространялась раньше, как она распространяется сейчас. Поэтому сказать, что сейчас участилось количество циклонов, нет оснований. Повторяемость. Не каждый ураган, а повторяемость, то есть частота этих явлений может быть связана с климатическими изменениями. Это косвенное наказательство потепления. Почему? Потому что, как говорят ученые, климат становится более нервным. Климат в переводе с древнегреческого наклонение или наклон. Этот термин 150 лет до нашей эры ввел греческий астроном Гиппар. А вот современное определение. Это статистический ансамбль состояний, через который за несколько десятилетий проходит система гидросфера, литосфера, атмосфера. Говоря простым языком, можно определить климат как состояние, которое представляет собой сумму погод за достаточно большой промежуток времени. Человечество не так уж давно оснастилось приборами для изучения и измерения состояний погоды. Полторы-две сотни лет, не больше. Это сокровищница главной геофизической обсерватории имени Ваейкова. С момента основания и вот уже почти два века здесь разрабатывают методики и инструментарий прогнозов. В нашем музее вы можете посмотреть первые приборы, которые были здесь созданы. Вот это целая эпоха. Но с этого все начиналось. Получая прогноз погоды, мы не задумываемся, а как вообще пришла в голову гениальная идея переводить состояние погоды в градусы, проценты или меры длины. Как великие умы изобрели сложнейшие приборы, которые способны прогнозировать поведение живой, постоянно меняющейся среды. Для нас стало уже привычным, что метеослужбы с высокой точностью могут определить, какими будут завтра температура, давление, скорость ветра. Ну и все, полетели. Звонок, старый испытанный часовой. Метеозонд запускает по его сигналу всегда в одно и то же время. Метеорологический инструментарий совершенствуется. Сейчас в обсерватории имени Ваяйкова проходит испытание еще один прибор для более точного измерения количества влаги в атмосфере и вероятности дождей и гроз. Один из самых важных регуляторов погоды и климата – количество и характер солнечной радиации. Сколько энергии пришло на Землю? Сколько ушло? Как происходит теплообмен? Ежедневно получаемые данные накапливаются, обобщаются и складываются в показатели климата и тенденции глобальных изменений. За 100 лет, по данным 10 тысяч станций по всему миру, оказалось, что температура изменилась на 0,76 градусов Цельсия всего. Белые медведи. Этому виду осталось всего 20 лет жизни. Кенгуру ждет та же судьба. Скоро исчезнут морские черепахи, киты, пингвины. Бенгальским тиграм грозит исчезновение. Катастрофически сокращается популяция орангутангов. То потепление, которое произошло за 50 лет, уже привело к тому, что 30% экологических последствий с различными животными и растениями, ну, в основном это в Амазонке, в Тихом океане, до 30% находятся на грани вымирания. Разговор о погоде уже не тема для светской беседы. Серьезные природные катаклизмы стали причиной наших бед, болезней, коллективных неврозов и навязчивых апокалипсических фантазий. Нас всегда пугает то, чего мы не понимаем, и что намного превосходят наши нынешние возможности. И вот климатические угрозы, они ровно из этого диапазона. Более того, мы ведь даже не понимаем, насколько мы виновны в происходящем. В 70-е годы Америка взяла курс на удовлетворение растущих потребностей. Хотим всего и много. Примеры такого рода заразительные. Началась цепная реакция потребления. До 1970 года мы жили таким образом, что биосфера успевала восстанавливаться. Успевала вырастать трава, успевали вырастать деревья. Дальше мы, как дети, которые осваивают мир, не очень хорошо представляя, насколько следует быть осторожным, мы начали все более активно использовать земли. В середине 20-го столетия казалось золотым веком цивилизации. Но уже тогда прогнозы ученых на будущий 21-й век были тревожными. Мы истощаем ресурсы, загрязняем окружающую среду. Скоро из общества потребляющего мы превратимся в общество вырождающееся. Ученые предупреждали, их не услышали. 21-й век настал. Человек – это раковая опухоль биосферы. Что такое раковая опухоль? Это неограниченный рост, это притеснение всего, что может быть вокруг, но и в конце концов гибель. Человечество с помощью неразумной силы уже очень много в природе изменило. Примеров? Да полно. Когда-то ведь Европа была лесистой. Если вы будете пролетать, допустим, от Голландии, вы лесов там не увидите, поля тюльпанов. Лес, этот участок, который мы вырубили, он был естественным звеном в обмене углерода с атмосферой и почвой, кстати. И вот когда мы его нарушили, этот природный баланс тоже нарушается. Помимо вырубки лесов, заболачивания, опустынивания земель и осушения водоемов, на климат влияет загрязнение атмосферы. Дымы, пыль, сажа, их мельчайшие частицы становятся ядрами конденсата и распространяясь на большие расстояния, нарушают естественный теплообмен. У промышленных городов, как Норильск, влияние его выбросов отмечалось на станциях Северный полюс. Там отбирались пробы снега и осадков, потом анализировались у нас в обсерватории, и содержание тяжелых металлов четко отслеживается. Наиболее чувствительна к изменениям климата Арктика. Ледяное спокойствие обманчиво. Здесь реакция на любые климатические изменения во много раз сильнее, чем в других широтах. Ледяной покров – это продукт по существу взаимодействия атмосферы и океана. И поэтому изменения климата очень хорошо видны на изменениях состояния ледяного покрова. Значит, ледяной покров – это показатель изменения климата, очень хороший. Белый медведь уже не чувствует себя хозяином Арктики. Повышается температура, тают льды, сокращаются ареал обитания и кормовая база этого зверя. Но Арктика не только реагирует на изменения, она сама влияет на климат. Лед обладает очень высокой отражательной способностью и таким образом регулирует потоки солнечной энергии. Два полюса – Арктика и Антарктика – выполняют на планете функцию кондиционеров. Но и это еще не все. В полярной области являются вот аккумуляторами вот влаги, которая поступает из атмосферы и так далее, накапливается в ледниках, и через это они регулируют, влияют на глобальный климат. А это значит, что от интенсивности таяния ледников зависит состав и количество воды в океане. Вот почему в последнее время заговорили об угрозе изменения самого влиятельного течения Атлантики – гольф-стрима. Это как раз связано с тем, что может большое количество пресной воды поступить из полярных областей и изменится вот циркуляция океана. Меньше тепла будет нести тот же гольф-стрим берегам Европы, скажем, и в результате начнется похолодание климата. То есть это такая обратная реакция. Уже есть фактические данные, которые подтверждают, что похолодание началось. Вот прогнозы сторонников похолодания. Климат Англии станет, как в Западной Сибири. Скандинавия превратится в ледяную пустыню. Усилятся ветры. Водородный слой начнет выдуваться. В Европе резко снизится урожайность. Количество осадков уменьшится. Начнутся перебои с пресной водой. Однако существует и противоположная точка зрения. Утверждают ученые, что глобальное потепление идет такими темпами, что очень скоро, буквально в пределах нескольких, немногих десятилетий, оно станет опасным. У сторонников потепления свой весомый аргумент. Растет температура, повышается уровень воды в океане. Это уже происходит. Погружается в воду владычица морей Англия. Население островного государства Тувалу в океане вынуждено покидать свои жилища. Тонут их острова. На очереди Науру и Мальдивы. Ученые предупреждают, уже через 30 лет из 17 тысяч островов 2000 уйдут под воду. А значит, исчезнут мангровые леса, ареал обитания тигров. Потепление губительно и для зоны вечной мерзлоты, а это 60% территории России. Среднегодовая температура почвы увеличивается, разрушаются дороги, жилье, инженерные и промышленные сооружения. А значит, и жизнь людей в опасности. Так все-таки что нас ждет? Потепление или похолодание? К какому из сценариев готовиться? Что глобально изменяется климат, спора тут нет. Все согласны. Спор возникает тогда, когда говорят, а вот через несколько лет будет похолодание или потепление. Когда ученые, сторонники похолодания говорят о похолодании, то они имеют временной период с циклом десятки, сотни тысяч лет. И это действительно так, это никем не оспаривается. Уже сегодня ученые подсчитали, что если средняя температура преодолеет барьер еще в один градус, в природе начнутся необратимые процессы, которые человек уже не в силах будет остановить или исправить. Мы стоим перед выбором. Главную обеспокоенность вызывают парниковые газы. В первую очередь окись углерода. Пожары, сжигание органического топлива, работа предприятий и транспорта. Вот источники этих газов. Они действуют по принципу пленки, укрывающей грядки в парнике. Вот представьте себе, что у вас на газовой плите стоит кастрюля с водой. Вы ее греете и она вот-вот должна закипеть. И вы закрываете ее крышкой. Вот эта крышка способствует тому, что процесс закипания идет быстрее, нагрев этот. Так вот парниковые газы именно этим и занимаются. Многие ученые сходятся в том, что климатические изменения и глобальное повышение температуры связаны в большей степени именно с парниковым эффектом. Все время человечество выбрасывает и выбрасывает. Он накапливается. И мы по существу ничего не можем сделать. Это напоминает проблему с Чернобылем. Июль 1992 года стал поворотным в истории. На конференции в Риво-де-Жанейро представители 180 стран мира приняли резолюцию о необходимости перехода к экологически приемлемому, устойчивому развитию цивилизации. Пришло осознание, что брать взаймы у природы мы уже не имеем права. А через пять лет, как продолжение саммита 1992 года, в японском городе Киото была выработана стратегия борьбы с парниковыми газами, которой две сотни государств признали главной причиной потепления. Но даже у тех, кто поставил свою подпись под этим документом, однозначного отношения к условиям Киотского протокола нет. Кого-то не устраивают рыночные механизмы торговли квадами. Кто-то разочарован низкими результатами таких мер по сокращению выбросов. Эти деньги можно затратить действительно на пользу человечества. Сейчас они из одного кармана переходят в другой. Но я говорю, что это к климату не имеет отношения. Киотский протокол все-таки не показал себя с хорошей стороной. У него нет научного обоснования. Неясно, вот я говорил, цель. Для Киотского протокола научного обоснования, что климат меняется, изменения происходят. Поэтому надо договариваться о совместных действиях. Настало время общими усилиями вырабатывать основополагающие принципы и ценности для создания справедливого, мирного и экологически разумного глобального общества. Нам надо менять принципы рыночной экономики. Потому что сейчас рыночная экономика имеет цель и главную цель, и никакой другой это получение прибыли. И какой ценой об этом не говорится. Вот для того, чтобы что-то не стало фатальным, надо привлекать разумную силу человека. Вот как это сделать, это задача не только ученых, но и политикам. За 50 последних лет под угрозой оказалось 30% растений и животных нашей планеты. Изменился климат, катастрофически меняется среда обитания многих биологических видов. Скоро зоопарки станут последним пристанищем белых медведей, кенгуру, черепах, тигров. На грани вымирания человекообразные обезьяны. Кто следующий? Society летит, Субтитры создавал DimaTorzok